всем привет друзья вы на канале sky top games и это четвертая часть прохождения игрушки под названием prehistoric kingdom и так тем кто смотрел предыдущую серию молодец а кто посмотрит полностью эту серию тут еще больше умничка собственно помните мой старый парк 3 серия а теперь сравните его с парком который сейчас вы видите да я почитал все ваши комментарии спасибо большое за ваши подсказки за то что вы мне советовали по поводу расширения клеток да кстати говоря каждому животному я расширил клетки пригодные для их проживания то есть по их квадратным так сказать километром да я расширил их пастбище им более стало комфортно себя чувствовать расширил их границы жизни обеспечения и кстати говоря у нас посмотрите сколько посетителей 320 человек это ночью это кстати не предел у нас было 400 человек хотел сказать 400 тысяч до этого еще конечно далеко собственно я поставил кое-какие статуи монументы и это мне кажется больше привлекает наших посетителей парка да кстати говоря еще я поставил несколько кафешек но вы можете их здесь увидеть поставил много информационных различных табличек так что наши посетители теперь могут изучать восхищаться теми видами которые у нас есть да и кстати говоря обратите внимание рядом с каждой клеткой рядом с каждой пастбищем того животного которого я вывел я сделал вот такие надписи то есть наши посетители ну и мы можем наблюдать видеть и знать какие существа находятся за преградой то есть протоцератопс насутоцератопс также у нас есть пситака есть у нас целофизисы есть шелидозавры целидозавры простите как правильно я до сих пор никак не научусь господи целодонт собственно да и кстати говоря игрушка обновляется и много чего кстати занесли уже скоро также я сейчас немножко вам вкратце объясню скоро будут занесены новые обновления связанные с движениями динозавров да они будут бегать прыгать выбегать из клеток рыть различные норки землю и все прочее в общем ссылочка на достаточно информативную группу вконтакте будет в описании прихисторе киндом так что если что заходите я сам в ней состою и узнаю много ничего интересного по этой игрушке и кстати говоря прежде прежде чем я продолжу пишите в комментариях плюс стрим до чем больше таких комментариев давайте вот максимально таких комментариев плюс 50 плюс 50 плюс стрим и мы проводим стрим сразу же да по этой игрушке с вами будем в дальнейшем расширять прямо на стриме наш парк посмотрите sky top games парк круто да также кстати говоря новая функция появилась в игрушке то есть мы можем теперь видеть сейчас я вам покажу вспомнить где это находится так статистика по моему вот питание электричество то есть мы можем видеть теперь насколько охватывает питание электричеством наш парк это кстати классно так они так много едят что они так много очень у нас простите за выражение какают приходится это все убирать мне интересно когда в игре будут звень завезены функции уборщики там есть такое в поиске по моему сейчас подождите исследование меню управления исследование раскопки вот исследование это кстати тоже до недавнего времени появилась я увеличил короче говоря питомник до новый короче говоря изучил питомник сейчас объясню для чего это сделал мы будем исследовать динозавров ну так сказать второго наверно тира больших каких-нибудь тиранозавров хотелось бы конечно еще бы и дейна хайруса разместить так заборы третью прочности я изучил более большего диаметра размера наверное до ширины высоты стальные конструкции конструкции технологии я не знаю я изучил туалеты потому что у меня требовалось короче посетители очень много так кушают здесь гамбургеров что они тоже словно наши динозавры ходят очень много в туалет в общем тема сегодня что-то про туалеты короче говоря я подкопил немножко деньжат и и и что еще хотел рассказать так наверное наверное все кстати говоря да нашему целодон то посмотрите какую я сделал огромную клетку накидал снежных биомов он себя чувствует достаточно практически очень хорошо вольер а что по вольеру не так что ему не нравится экспозиция природа у тебя же все было прекрасно подождите стойте экспозиция так природа лес вода у тебя все на высоте может он себя чувствует просто в одиночестве я не понимаю может он просто проснулся и не насытился не не позавтракал да и чувствует себя не очень благополучно ну ладно так что я еще сделал я вывел пару маленьких малышей целофизиса а то есть другого генома совершенно там по моему какой-то пустынный сейчас я найду его вроде бы вот этот он отличается окрасом а нет это период а спирими это спирими а где же эти два малыша целофизиса они постоянно где-то прячутся да и кстати знаете какую фишку я здесь заметил то что целофизиса проходит сквозь клетки только когда начинаешь ну вот начинаешь по новой играть до целофизиса проходит сквозь эти клетки каким-то образом они прибегают к протоцератопсом нет тут нет такой пока механики как я понял что они кусают там нападают нам наших посетителей они вот так пробегают и потом каким-то образом они оказываются опять в клетках я не знаю как это работает блин так ладно в общем что сегодня мы раз с вами рассмотрим мы сегодня короче говоря попробуем развести два новых вида и построим средний инкубатор так я хотел сегодня я кстати уже до провела раскопки посмотрите сколько различных мест для раскопок появилось этого не было в прошлых наших роликах появился короче говоря дилофазавр собственно я провел раскопки это стоило мне очень больших денег и сейчас мы можем изучить этот вид миллион триста нам это позволяет собственно давайте сразу сделаем у нас есть три вида есть какой-то пустынный дилофазавр дилофазавр тоже какой-то засушливой местности я не понимаю и дилофазавр снежной местности по идее здесь разница только в окрасе это я заметил ну собственно давайте изучим давайте снежного дилофазавра посмотрите какой у него прекрасный гребень и мордочка он мне очень нравится рейтинг парка рейтинг парка на вообще никакой звезды мне это по ходу дела не даст но не знаю посмотрим так отлично мы потратили миллион триста мы изучили нашего первого дилофазавра и и и и сегодняшний гость также один из млекопитающих как я понял это новый недавно завезенный в игру давайте посмотрим это смелодон вот такой саблезубый тигр рейтинг парка плюс две звезды вот это очень классно давайте вот с этим белым каким-то окрасом более похожи какой-то пума или что это миллион четыреста я могу открыть а мне нужен рейтинг две звезды хорошо тогда это очень легко делается в принципе знаете как я это делаю я наполняю все кормушки чищу также все вольеры и посмотрите как рейтинг парк сразу увеличивается я говорю то что не хватает здесь каких-то автоматических уборщиков кто в курсе кто знает напишите когда это примерно появится в игре так смелодон готов для изучения до 2 звезды и мы не можем почему почему я до сих пор это не могу сделать так ну хорошо давайте здесь наполню опять снова кормушки почищу у нас кстати рейтинг доходил до двух с половиной звезд в раскопке нет 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 стой 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 исследования господи сейчас секунду раскопки с мелодом отлично изучаем классно и я не знаю получится ли в этой серии на это достаточно уходит долго времени я бы хотел знаете кого открыть я провел раскопки в монголии и посмотрите на этих прекрасных два вида это да и на хэрус который стоит 2 200 и торбозавр можно сказать это родственник тиранозавра кстати да здесь прописан тиранозавр то ли не точная информация то ли чего я думал этот тиранозавр на самом деле поэтому я провел здесь раскопку также у нас есть еще раскопки по его она дону торбозавру где-то есть раскопки по три цератопсу до эдмонтозавр собственно это стоит тоже немалых денег 600 тысяч я пока наверное не буду тратить на это деньги и кстати говоря я бы хотел еще открыть акроконтозавра 300 тысяч на раскопки в принципе можно почему бы нет посмотрим стоимость этого малыша о посмотрите сколько мы получим 4 звезды рейтинг парка в принципе 3 600 это существо огромное стоит так ну что же я думаю что в этой серии тогда выведем делочек наверно и нового нашего саблезового тигра так в принципе я тут еще раскидал различные такие знаете я не знаю указатели ну может быть как-то нашим посетителям это как правильно сказать собственно парк более стал выглядеть лучше оживленней вот такие интересные лампочки фонарь да фонарей достаточно много я разместил так что освещение в полном объеме будет теперь работать в парке так ну что же давайте у нас а вот что я еще хотел давайте сразу поставим так инкубатор нам нужен инкубатор сейчас я его найду только найду я его модули это все не то не то не то загоны сооружение для посетительный для посетителей простите в загонах это было да вот она по моему нет это клетка птичник так 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 я все время забываю а вот они да ну почему-то находится находится электричество инфраструктура парк ну хорошо ладно питомник для животных среднего размера средний размер это уже существа более такого большого размера 200 тысяч долларов отлично мне хватает пока денег давайте посмотрим принципе доступ лаборатории посмотрим каких существ существ мы можем здесь вывести собственно собственно говоря я бы даже наверное снес бы маленький питомник и оставил бы этот посмотрите здесь можно выводить как и маленьких существ так и больших но я не знаю наверное оставлю пока два питомника на стриме если что разберемся а вот здесь уже можно выводить динозавров большого размера таких как рекс дейнахейрусы трицератопсы различные парики прозавры то есть да моя завра и все прочее ну что ж ладно доступ лаборатории генетики раз мы открыли девочку из мелодона выведем их с новой клетки так дела фазов что по стоимости триста двадцать пять тысяч мы можем выводить только самок самцы у нас не изучены давайте почему бы нет самка дела фазовра пару наверно дела фазовров так парочку дела фазовров да блин не хотелось бы уйти в банкроты давайте хорошо отлично рейтинг парка в принципе должен сейчас возрасти дождемся дождемся инкубации так у нас проблемы с электричеством это нужно срочно решать так ветряная турбина в принципе дает огромный запас электричество и на расходы ее уходит не так много денег как казалось бы 500 долларов в принципе это ничего клетки постоянно заполняются господи фекалиями наших животных что по пси так а и вот кстати у меня случился какой-то непонятный бак у меня куплены все корма и постоянно висит иконка что здесь они у меня голодают хотя видите я наполнил кормушки они постоянно подходят едят это общее благополучие у них на сто процентов возможно баг да я не знаю как его исправить ждем обновления может быть выйдет фикс с которым это все полностью блин исправиться так ладно что у нас по инкубации давайте посмотрим принципе вот здесь слоты рассведения 2 дела фазовра почти готовы что по делу фазоврам так блин а куда мы их будем выпускать нам нужны клетки так стойте раскопки нет 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 не сюда нам нужен инкубатор лаборатория и посмотрим минимальный размер 2 250 2250 квадратных метров им нужно заполненность экспозиции должна быть небольшой 2 250 загоны ну что ж хорошо забор базовый базовый большой делу фазовра небольшого роста где мы это будем делать где мы разместим делу фазовров а давайте прямо где-нибудь вот здесь здесь мы проведем а здесь локация мы не можем выйти туда да то есть два с половиной метра жалко здесь не показывается примерный размер ну вот конкретно сколько мы выводим 2 250 но все приходится делать наугад два с половиной давайте где-нибудь вот так в принципе если что мы же будем потом выводить больше еще подобных видов и клетки мы можем расширить да отлично так дорогу надо сразу провести дорогу ширину я поставлю чуть меньше вот так отлично вот так но можно выпускать принципе наших новых двух девочек да где наши девочки поехали выбираем всех ли выпускаем их сюда о май гад какие они классные слышали да это щебетание невероятно о май гад пошипите родные пошипите я хочу слышать ваши шипения хочу слышать ваши крики ох это щебетание невероятно невероятное щебетание так давайте посмотрим что у них собственно по вольеру сразу я знаю чувак что делал фазавр это офигенное животное офигенный динус да так благополучие здоровья так но я же до этого мог смотреть где она вольер вот вольер проверить требования к вольеру растительная база 2 250 ну в принципе да вольер по размеру у нас мы даже немножко на 10 процентов его расширили это даже лучше намного я скажу и так нам нужны водно-болотные угодья они любят водно-болотные угодья и пустыню так собственно давайте начнем наверное давайте с воды начнем почему бы нет так выбираем экспозицию вода глубина небольшая размер также выберем небольшой и будем смотреть за статистикой чтобы нашим делу фазаврам понравился их вольер отлично еще немножко может быть размер наверно меньше поставить вот так самый малый еще ну все хватит я думаю так давайте теперь водно-болотные угодья выберем все также плотность наименьшую размер самый маленький природа тихо растительные биомы прекрасно следим следим за статистикой все я думаю вот этого будет им прямо прямо достаточно посмотрите вольер экспозиция природа на сто процентов нравится нашим дел очкам невероятно вот это очень классно так что по еде по еде давайте посмотрим питание что у них по питанию так но я принципе думаю что им нужна просто какая-нибудь обычная кормушка наверное все достаточно будет этого с мясом так плоская кормушка древесина камень каменная ну давайте поставим каменную выберем еду так конечно же мясо делу фазавра не будут есть овощи и фрукты вы о чем ребят ну что же две девочки готовы осталось только разместить информационное табло чтобы посетителям было понятно что это за существа здесь у нас находится солома может накидать будут ли они там лежать отдыхать я не знаю так информационное табло поехали самая дешевая вот эти вот нормально принципе охват оу хотя можно поставить одно такое большое охвата будет больше намного да рядом с вольером напрямую вот так отлично делу фазавры круто на из разместить здесь может быть свет может быть пару фонарей поставить можно да вот так отлично супер я считаю что это классно проделанная работа у нас есть две девочки посмотрите а что кстати по биомам по краскам я хотел кое-что посмотреть так блин только не помню где это находится вот по моему здесь так камни палки можно кстати знаете им камни какие-нибудь палочки накидать знаете так местность немножко им оживить местность до стыня но я не знаю нужно ли это или нет можно кинуть где-нибудь вот тут камень вот так большой камень так посмотрим что у них по благополучию пропитания благополучия так обогащение среды я понял это же она камни палки реквизиты нет реквизиты какие-то стиральные машины ладно короче говоря с этим месячу блин позже а вот им нужно еще кровавая тыква им нужно для полного хорошего пропитания на из классно ну что ж наши девочки принципе да посмотрите на их благополучие они себя чувствуют прямо таки прямо на сто процентов блин это невероятно классно ну что ж давайте наверное построим сейчас еще один вольер так почистим все вот эти кормушки загоны наполним их едой давайте посмотрим что у нас там по другим животным плюс звездный рейтинг растет посмотрите на половину звезды почти вот о чем я и говорил посмотрите на целло физисов каким образом они сюда выбегают это явно блин баг но не может быть такого так ну-ка стоять чувак дай-ка я тебя в твою нужную клетку да вот сюда ты должен сидеть здесь но никак не рядом с протоцератопсами ты чего протоцератопсы кушают замороженные фрукты овощи все прекрасно все хорошо и все устраивает так что у нас по насутоцератопсом а я не помню меня в по моему только один насутоцератопс и это самец надо бы ему самочку вывести наверно потом один целлодонт так целло физисы мы у вас были все такозавры кстати да наш небольшой маленький вольер мини птичник так ну что ж о сколько гостей невероятно невероятно так давайте слоты разведения нет стойте надо вернуться в вольер да в этой серии конечно мы с вами наверное уже не купим какое-то большое существо по типу дайна хейруса или торбозавра простите но если что если что мы это сделаем на стриме так доступ лаборатории генетики смела дом две тысячи квадратных метров самка смела дона у нас доступен только один окрас ну что же давайте создавать ее 300 тысяч я думаю это немного для нас теперь парк расширяется и мы зарабатываем огромные деньги уже ну не совсем огромные деньги пока у нас идет развитие я конечно хочу теперь перед каждой клеткой я буду ставить вот такие вот надписи собственно ну чтобы как я говорил в начале видео нам понимать что за звери там находится что за животные и нашим посетителям поставим надпись дела фазовар кстати да намного удобно это так стало с этими обновлениями я надеюсь что я правильно написал я мог где-то ошибиться но понятно делу фазовар здесь у нас делу фазовары так делаем загон базовые забор до небольшой могут быть проблемы с электричеством а так а что это значит вот это зеленая подождите а это у нас то что произошла уже инкубация мы можем вывести я понял так загоны 2000 квадратных метров примерно посмотреть такого размера где-нибудь существ не мезозойского юрского периода я наверное хотел бы размещать в этой части давайте где-нибудь сделаем вот здесь клетку до до достаточно большая площадь отлично так но в принципе можно наверное уже выпускать наше новое животное так слоты разведения с мелодон добро пожаловать в наш парк малыш о какой красивые страшные жестокие посмотрите на его хищный взгляд он любит замороженные фрукты что серьезно ну что ж давайте разместим блок замороженных фруктов кровавая тыква отлично требование к вольеру ну почти почти я угадал в размерах почти да что же ладно давайте тогда так вода вернемся к нашей воде убираем всю лишнюю воду блин на этом острове почему-то одни дожди я не понимаю в чем проблема прям сплошные дожди идут так берем вокруг забора всю воду мы здесь потом сделаем дороги для посетителей я думаю вот так будет достаточно в принципе так что у нас по лесам биомы пастбище тропические и кустарники пастбище так я так понимаю это относится к пастбищам да так луговой пустынный умеренный лесной кустарники ну ладно давайте начнем с лесного кустарники о господи это щей был рык кустарники кстати вообще никак не влияют на биом на улучшение экспозиции клетки так тропические нам нужны тропические биомы но я так понимаю то но давайте выберем все отлично природа природа просто растет красота но я думаю вот так вот экспозиция будет в самый раз да достаточно все нормально отлично экспозиция 40 процентов но если что в следующей серии мы конечно валиеры будем переделывать расширять и все прочее так я предлагаю сейчас сделать еще здесь кинуть ему кормушку кормушку с мясом дабы наше существо вообще было полностью довольна питанием ну и собственно осталось только поставить наверное информационные таблички да итак смелодон добро пожаловать в наш парк прекрасно прекрасно как мне это нравится вот это офигенное расширение парка в этой серии два новых существа семейства дилов азавров и семейства ну практически семейства одинокий пока у нас смела дом но это классно это мы провести вот так вот здесь пару дорожек так и можно освещение сделать можно сделать освещение почему бы нет вот так классно ну что же я думаю наверное на этом нашу серию будем заканчивать друзья всем кому понравилось обязательно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал и как я говорил в начале видео ну что же готовьте свои билетики скайтоп геймс парк прихисторик кингдом до новых встреч пока